Дольщики столичных жилых комплексов Оникс 1 и 2 обвиняют в мошенничестве руководителя стройкомпании. По их словам, жилой комплекс в первой очереди построен с техническими нарушениями. А ключи от квартир дома второй очереди будущие новоселы должны были получить в сентябре этого года. Однако уже несколько месяцев стройка заморожена. Как выяснилось, компания застройщика начала строительство и продавала квартиры без разрешительных документов. В то же время, как утверждают люди, продажи квартир продолжаются. И с каждым днем количество пострадавших только растет. В очередной раз дольщики собрались у отдела продаж компании, чтобы потребовать ответы на свои наболевшие вопросы. Подробнее в материале Шолпан из Басар. Вот получается, человек, он не прикрывает сейчас своих хозяев, не говорит, где они, их не продажник, убежал только что. Это вообще отдел продажник. Продают неофициально, не зарегистрированный дом, ни разрешения, ни одного документа разрешительного. Работает целый синдикат УПГ. Вот один из соучастников. Призываем к ответу, где ответ, бегают. Ни одного документа не предоставили. ЖК ОНХ-2 полностью построили. Земля не ихняя. Документы нету, ни одного разрешительного документа. Газка им сопутствует, прикрывает. Коррупцию устроили. Всех там, в открытую говорят, мы всех купили. Никто нам ничего. Застройщик Мурат Калиев, Максим, Казак, Голд. Это целый синдикат УПГ, который работает. Долевые деньги вообще исчезли. Абай Жансиитов военный пенсионер. При выходе в запас получил единовременную жилищную выплату от государства. Все полученные средства он вложил в четырехкомнатную квартиру. Я в январе, 18 января приехал, 23 года. Дом уже стоял, вот, четыре этажа. Они построили только пятый этаж. В сентябре 30-го я должен был, как бы, заехать, делать ремонт. И Новый год, я думал, 23-го, справиться с семьей. Так и ничего не сдвинулось. Год прошел. По словам дольщицы Динары Жуматаевой, она долгие годы копила на собственную квартиру. Но через два месяца стройка остановилась. Она потребовала расторгнуть договор. Договор пришла я расторгать. Мне сказали сначала, что таких расторжений никогда не было. У нас нет таких документов. Позже мы, все-таки, я добилась, расторгли договор. Я, наверное, первая, кто с ними договор расторг. Еще я остальных людей не знала, что тоже есть. И подала в суд, выиграла дело. И все, жду теперь денег, денег нет. Обманутыми оказались и бывшие сотрудники компании-застройщика. По словам Индиры Набеевой, она проработала здесь бухгалтером. Три года. Приобрела квартиру в уже построенном ЖК «Оникс» в первой очереди. В сентябре месяце я узнаю от учредителя компании, что мою квартиру продали второй раз. Прихожу туда, я не могу открыть двери. Вызываю, получается, человека, который взламывает двери, показывает договор, мне ключи меняют. После этого я прихожу сюда еще в августе, смотрю, опять замок поменяли. Теперь я звоню учредителю, спрашиваю, почему я не могу в квартиру зайти, что делаете. Он мне сказал, что Мураткалиев Максим продал мою квартиру. По этому факту я написала заявление в полицию, сейчас возбуждено уголовное дело. Более 250 миллионов тенге застройщик не выплатил и компании-субподрядчика Алмаза Машиева. По его словам, на требование рассчитаться он получал угрозы от заказчика. А два месяца назад и вовсе подвергся вооруженному нападению. 5 сентября в этом году уже я шел с супругой, они на меня шестером напали толпой. Когда начал разговор за деньги, пошел, они начали меня стрелять. Заявление написали, купе-нура. Но при этом купе-нура им там укрывательством занимается, дело неправильно ведут, хулиганку там делают, одного человека посадили, а сами кто дает приказ, Максим ходит на свободе. Но на этом дело не заканчивается. Вскоре после этого случая посреди бела дня со стройки исчез башенный кран, который принадлежал компании Алмаза Машиева. Мой кран башенный ЖК «Оникс-2» по договоренности я ему оставил. Хорошо, пусть я заберу его тогда, когда у меня будут деньги, когда ты мне расчет поставишь. Но при этом он расчет не ставит. После стрельбы кран вообще исчезает. Вот этот охранник у него работает. Сейчас дурочку включает, что он ничего видеть или не видел, не знает, где этот кран. Из-за всего этого конфликта невольно пострадал и брат Алмаза Марат Машиев. По его словам, он купил квартиру за 20 миллионов ЖК «Оникс-1». Но выдать ключи и застройщик отказался. Я шел в эту квартиру, чтобы проверить, как ремонт делать и так далее. И он меня встретил на улице, начал угрожать меня, начал шантажировать, что давление создавать, что если твой брат не напишет заявление, квартиру ты больше не получишь. А если он напишет, я эту квартиру тебе подарю. Чтобы разрешить свои наболевшие проблемы, дольщики собрались в здании городского Акимата с заместителем начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Ериком Канафиным. На встречу пришли и сотрудники полиции района Нура, куда неоднократно обращались пострадавшие с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководителя компании-застройщика по факту мошенничества, пропажи крана и нападения со стрельбой. Коллективное обращение ваше поступило в наше управление полиции Нура. После этого мы направили материалы управления контролем качества городской среды. После этого недавно был получен ответ. После этого возбудили уголовное дело по статье 190, часть 4. Соответственно, это мошенничество с управлением доверия. В настоящий момент проводится следственное действие. Планируется ряд проведения следственных действий. В настоящий момент занимаемся, расследуем уголовное дело. По этому поводу будет даваться правовая оценка. В настоящий момент следственные действия еще не окончились. Заявление от дольщика коллективное когда поступило? Какого числа? Честно сказать, я не помню, но однако... 22 октября. 22 октября. 22 октября поступило. Возбудили дело только 14 ноября. Это вам столько времени ГАЗК не отвечал? Контроль качества. ГАЗК ответил. Какое число? ГАЗК ответил вам 27 числа. В настоящий момент каждый день принимают заявление. Остальных дольщиков получается. Каждый день в настоящий момент приняли заявление. Не признали потерпевшему около 8 человек. В настоящий момент каждый день приходит следователю 2-3, по 2-3 человека. Мурат Калиф, Максим, уведомлен о том, что ему необходима прибыль для допроса. В стрельбе что скажете? То, что Максим Мурат Калиф заказывает на исполнение, на мое истребление людей, стреляет, крадет мой кран, башены. На эти моменты почему дело так же идет, плавает и никаких продвижений нет? Почему? Тоже лоббируете интересы, Максим? Если, так сказать, по стрельбе, в настоящий момент мы объявили об окончании, остальные я не имею права разрушать, остальные моменты, естественно, тайна. Заместитель руководителя управления градостроительного контроля Ерик Канафин также обратился к сотрудникам полиции с вопросом, когда они приступят к процедуре изъятия учредительных документов компании застройщика. Но ответ сотрудника полиции не удовлетворил собравшихся. Давайте установим сроки. Давайте вместе с вами. Первое, да? Вот, чтобы обезопасить дальнейшие проблемы, которые могут возникнуть, и завтра повлияя на экономику вашего объекта, в случае, если будем достраивать его с учетом ЖСК самостоятельно, нам нужно, в первую очередь, ограничить возникновение новых дольщиков. Это изъять документы, печать и так далее. То есть без этих документов и с момента выхода постановления следователя последующие сделки будут уже недействительными. Их легче будет завтра в суде доказать, признать действительными. Вот такой вопрос. Когда, вот, дольщики спрашивают, когда вы изъятие сделаете? И вы могли уже посчитать. Пройдет после того, как мы с первого изначально допросим Мурат Калива, Максима, также вот остальных руководителей. На сегодняшний день уголовное дело по факту мошенничества за незаконное привлечение денег дольщиков было передано в департамент полиции города Астаны. Идут экономическая и строительные экспертизы. По их результатам будет решаться вопрос о передаче дела в суд. Все эти меры, конечно, хороши. Однако, по словам обманутых людей, они устали уже от бесконечных отписок затянутого уголовного дела и потеряли надежду на скорое решение их проблем. Тем временем, застройщик, будучи под следствием, и не думает сворачивать свой бизнес. А дольщики остаются без обещанных квартир и без денег. Ну а мы, в свою очередь, обязательно будем следить за ситуацией и расскажем о ней в следующих выпусках программы. Субтитры создавал DimaTorzok